здравствуйте дорогие подписчики в огороде работы в октябре довольно таки много ну во-первых о перекопке почвы я уже говорила перекапывать почву или не перекапывать в принципе это решает сам владелец земли потому что у перекопки есть плюсы и минусы но вот легкие почвы я перекапывать не стала а если тяжелая почва то нужно ее перекопать и вот эти большие коми которые образуются не разбивать и часто очень перекопку совмещают с внесением удобрений даже если вы не копаете то вносить удобрение с осени очень-очень даже хорошо но не все удобрения годятся для внесения осенью совершенно не нужен азот вот если вы азот вносите их даже удобрение который содержит азот вносите просто вот по пустому участку то я считаю что это деньги выброшены на ветер потому что азот надолго в почве не задерживается на участке где ничего не растет азот не нужен сейчас совершенно за зиму он весь улетучится и весной азота уже не будет в земле поэтому сейчас мы вносим отдельно фосфорное удобрение ну допустим в виде суперфосфата и вносим мы удобрение калийные вот если мы все лето вносили калий сернокислый то под зиму можно внести калий хлористый калий хлористый немного дешевле чем калий сернокислый он содержит хлор хлор многие растения не любят но если у вас грядка пустая то за зиму хлор улетучится это будет небольшая профилактика против грибковых заболеваний а калий останется и достанется растениям на следующий год хорошее удобрение барафоска барафоска содержит бор и магний и если вы готовите заранее грядку под такие культуры как свекла вот такие культуры как капуста барафоска будет очень очень хорошим дополнением за зиму питательные вещества растворяться они станут примут форму доступную для растений и уже ранней весной растения которые вы посадите не нужно будет дополнительно удобрять не фосфором не магнием не калием а вот такие комплексные удобрения которые содержат азот такой на примере например удобрение как диамофоск содержит азот и фосфор 18 процентов азота и 47 процентов фосфора хорошее удобрение но это удобрение хорошее под растения которые уже растут еще раз повторюсь азот не нужен сейчас если вы внесете вот такое удобрение под зиму ничего страшного особо не случится единственно что вот этот фосфор он немножко закислить почву но лучше всего вносить отдельный фосфор потому что вам будет казаться что азота высосе не вносили и весной вы будете удивляться почему растение мелкие а потому что фосфор который вы несли осенью он уже давно улетучился под перекопку можно вносить залу но не рекомендуется вносить одновременно органическое удобрение тот же самый перегной или компост и залу за зиму в земле происходят различные химические реакции и вещества которые находятся в зале вступают вот с органическими веществами в химическую реакцию и образуются соли которые недоступны для растений лучше залу вносить с осени тогда она будет весной работать а всю органику вносить весной либо вносить всю органику а весной вносить калий и фосфор уже в виде минеральных удобрений обязательно убираем все растительные остатки с огорода не нужно оставлять не ботву не нужно оставлять не даже те же самые выплаты и сорняки нужно дать земле чтобы она вот была чистая и оставшиеся сорняки и ботва она загниет а это лишние возбудители грибковых заболеваний которые на будущий год нам могут испортить весь урожай не забываем и о теплице из теплицы нужно убрать все растительные остатки убираем все сорняки теплицу под зиму можно либо окуривать серной шашкой чтобы там не остались различные насекомые зимовать либо можно рамы и теплицу опрыснуть карбофосом и каким-нибудь фунгицидом но вот лучше всего все же окурить теплицу серной шашкой после всех работ обязательно почистите инвентарь потому что почва все-таки липкая зимой и вот так бросать в сарае с комьями земли лопаты и другой инвентарь не нужно он послужит нам еще на следующий год и обязательно солейте всю воду из всех им костей если у вас есть бочки у многих есть ванны вода решила замерзая расширяется и это может привести к порче вашего огородного имущества а емкость для воды это очень хорошее подспорье нам будет летом для полива и лишаться ее не нужно вот такие основные работы в огороде а нужно будет произвести ну и о посадке под зиму сажаем мы чеснок чеснок сажаем мы примерно до середины октября в последнее время я чеснок не не тороплюсь сажать потому что я не люблю когда вот у меня чеснок всходит а морозов еще нет лучше всего чеснок посадить немножко попозже он будет хорошо укореняться и все больше популярность набирает посадка лука и лук я тоже сажаю но не весь я сажаю только часть лука а основную часть я сажаю весной и под зиму не забудьте посадить петрушку не забудьте посадить под зиму кинзу но все это мы будем сажать тогда когда земля уже начнет схватываться коркой чтобы у нас растения не взошли а вот грядки для посадки лучше всего сделать заранее отдохнуть нам в октябре пока еще не удастся ну а у меня на сегодня все друзья подписывайтесь на хитсад тв на ютьюбе канал для дачника и садовода